В сезон отпусков отдохнуть хочется каждому. Не у каждого, к сожалению, есть возможность улететь. Кто-то не переносит полетов, идеален будет вариант путешествия по железной дороге. Кто-то предпочитает отдыхать в нашей стране, ехать под стук колес порой и бюджетно и ностальгично. Кто-то не любит экзотических стран и хочет отдохнуть в Европе, порой на более популярном в европейских странах, Д-транспорте будет лучшим вариантом. Бывает, что авиабилеты в выбранную страну раскуплены или дороги и тут как раз тот вариант, что на курорт Д и куда угодно можно поехать на поезде. Железнодорожный транспорт, один из самых традиционных и авиатранспорт нисколько не вытеснил его за последние годы. Железнодорожная сеть в РФ и в Европе прекрасно развита и всегда есть огромный выбор маршрутов и выбор куда на поезде съездить отдохнуть можно сделать всегда легко. Зачастую, в уикенд выручает именно железнодорожный транспорт. Если есть возможность поездки в выходные или с отгулом или частью отпуска, если позволяет расстояние, маршрут подобран оптимально, точно решено куда поехать отдыхать на поезде, то ЖД-сообщение является оптимальным вариантом. Для поездок на выходные РЖД часто представляет акции, спецпредложения. Например, дочерняя компания ООО «РЖД Тур» предоставляет туры, выходного дня, и экскурсионный транспорт. Для туриста это довольно ценно. Семьям, едущим с детьми на отдых, по ряду причин такая поездка также может быть более оптимальной, чем например, авиаперелет. В силу возраста дети могут плохо переносить полеты, боятся летать, а вот как раз паровоз детей пугает мало. Дети прекрасно переносят поездки по железной дороге. Главное, не забудьте взять документы, свидетельства о рождении, медкарту, полис, достаточное количество сменной одежды, питьевой детской воды, игрушки и книги, также раскраски, игры, все зависит от ребенка. Обратите внимание, еда в дорогу не должна быть скоропортящейся, а также обязательно собрать в дорогу аптечку с необходимыми лекарствами. Отдыхать в России, или отдыхать за границей. Предлагаем рассмотреть и тот и другой вариант. Куда можно уехать на поезде за границу. Куда поехать зимой на море путешествуя по железной дороге, можно передвигаться не только по России, но и уехать отдыхать за рубеж. Вариантов куда бы можно было поехать за границу на поезде всегда множество. Для пляжного отдыха прекрасно подойдут Италия, Франция и Болгария, для зимних туров, в том числе горнолыжного отдыха идеальны Финляндия и Норвегия. Многие туристы едут во Францию и Испанию, но в последнем случае будет необходима пересадка. При поездке в Европу по железной дороге есть также прекрасная возможность посмотреть другие страны, через которые пассажир проезжает транзитом, чего не может дать авиаперелет. В Европу из России поезда идут регулярно и часто. И в случае, когда уже забронирован отель, а авиабилетов нет в наличии, по железной дороге можно поехать на любой курорт Европы да и куда угодно. Важно, дополнительно стоит сказать, что поезда в Европу от РЖД очень удобные и комфортные. И если со словом «поезд» ассоциируется пригородная электричка, то в данном случае, это далеко не так. Куда поехать на море на поезде по России. Тут вариантов много и зависит от предпочтений каждого. Россия богата морями. Понятно, что ряд арктических морей отпадает сразу, даже не из-за климатических условий. Короткое северное лето, как правило, жаркое, вода у берегов может прогреваться, а из-за полного отсутствия туристической инфраструктуры. Так вот, вариантов, куда поехать отдыхать на поезде предостаточно. Рассмотрим самые распространенные, на Черное море. Вариантов, куда можно поехать на поезде на Черное море куда. Адлер, Туапсе, Краснодар. Добраться поездом на Черное море можно по маршруту «Москва», «Адлер», время поездки около полутора дней. Стоимость места вкупе от 4500 рублей звездочка. На Азовское море. Москва, Ейск, как основной способ добраться до азовских курортов, Ейск, Темрюк, Тамань, Должанское и прочих. Идет один день и семь часов. Стоимость до Ейска на 2018 год примерно от 5800 рублей звездочка. На Каспийское море. ЖД маршруты. Москва, Астрахань. Ходят из Казанского и Павелецкого вокзалов. Идут один день и 3-4 часа. Стоимостью на 2018 год от 5000 рублей звездочка. Отдыхать на Астраханском Каспии одинаково подойдет и любителям пляжного отдыха и любителям рыбалки. Москва, Махачкала. Идет дольше, около полутора суток. Времепровождение в Дагестане подойдет и любителям пляжей и любителям охоты и рыбалки и любителям старины. Один дербент с крепостью чего только стоит. На Балтийское море. Москва, Калининград. Идет около 20 часов и стоит от 2500 рублей звездочка. Несмотря на то, что поездка связана с пересечением границы ЕС, шенгенская виза не требуется, а регион со всех сторон омывается незамерзающим Балтийским морем и богат на города-курорты, Янтарный, Светлогорск, Зеленоградск со знаменитой Куржской косой, Пионерский, Балтийск. Несмотря ни на что, железные дороги по-прежнему актуальны и вариантов путешествий на поезде всегда предостаточно. Поездки на поезде для отдыха кому-то удобнее, кому ностальгичны, кому-то романтичны. Приятного отдыха. Звездочка цены актуальны на 2018 год. HTTPS www.youtube.com Касая черта отч. V равно IAOIC нижнее подчеркивание 1 VIA. Ставь. Ставь.